2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Шаббат шалом, дорогие друзья! Друзья, если кто-то где-то находится в наших соседних комнатах, пригласите, пожалуйста, их. Вы сможете пообщаться без проблем после служения. Я понимаю, что это место располагает к общению, правда? Здесь полно в округе и кафе, и хороших мест, где можно провести время. Поэтому давайте пускай служение будет служением, правда? А общение будет общением. И перед началом проповеди я хотел бы сделать небольшую такую оговорку. Когда Бог побуждал меня говорить на эту тему, я готовился, я очень много размышлял, я понимал, что эта проповедь может быть как бы так близко воспринята некоторыми людьми. Поэтому я делаю эту оговорку. При подготовке никого я не имел в виду и не хочу никому ничего, так скажем, специально с кафедры сказать. В том смысле, все, выдохнуло. Но, если вы себя узнаете, то нужно задуматься. Итак, Боже, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя, что Ты нас учишь. И мы благодарим Тебя, что Ты назидаешь нас. Потому что Ты хочешь менять наши жизни, наши семьи, нашу общину, Господь. И научить нас. Помоги нам иметь открытое сердце, чтобы учиться. Во имя Ешуа Мессии. Амин. Итак, сегодня я хочу поговорить о сложной очень теме для многих из нас. И, если честно, за весь период своего служения я не слышал, как это ни странно, отдельной проповеди на эту тему. Вот так случается. Я слышал разными кусочками, разными какими-то отрывками каких-то учений. Но почему-то я считаю, что это очень важно услышать для нашей общины. Речь идет о Пятой заповеди, друзья. Друзья, помните, какая Пятая заповедь? В нашем Десятисловии из десяти заповедей есть как минимум Пятая заповедь. Что-то тут немножко тогда говорить. Да, заповедь о почитании родителей. Вы знаете, в большей степени я хотел бы затронуть саму тему почитания как явления, потому что не очень просто оно представляется для нашего общества. Я заходил периодически в школу к своим детям, и я видел, как это слово непопулярно. Правда, да? Ну, просто, особенно на перемене, непочитание, это самое главное слово. Всех причем. И себя, и того парня, и ту женщину, которая меня учит, и там еще кого-то. Не важно, просто какое-то, я не знаю, как это происходит, но я не знаю даже, как это назвать, непочтение, да? Есть почитание, есть антоним непочтение. Итак, смотрите, Пятая заповедь. Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». И слова вообще не новые для нас. Правда? Ну, кто не знает Пятую заповедь? Да все знают. И очень часто, когда мы говорим о Пятой заповеди, и вообще о идее почтения, мы подразумеваем какое-то итическое такое поведение в обществе. «Почитай меня», вот там, «бабушку через дорогу перевезти», да, вот это вот уровень почтения определенный. Что еще? «Уступить место в троллейбусе» тоже уровень почтения, да? Мы помним это, а дальше как бы не шуми и все, сядь тихонечко и все. На этом мы как бы закрыли вопрос. Но вы знаете, несмотря на то, что вроде бы кажутся очевидные вещи, они очень непростые. Пятая заповедь очень сильно непростая, если вы на самом деле подумаете о том, во-первых, как самому это делать, во-вторых, как научить этому своих детей по-настоящему. И еще раз, когда мы говорим об этом, не идет речь просто о мытых руках, о каких-то там, знаете, таком, о вежливом поведении. Речь идет о почтении, которое формирует целое мировоззрение, которое влияет на будущее человека. Потому что смотрите, как здесь написано, если ты хочешь, чтобы дни твои продлевались на земле, которую Бог тебе благословил, то это должно быть. Все. Почитай отца и почитай маму свою, мать свою, да, на земле, которую Господь дает тебе. Мы сейчас, я видел это много раз, даже как-то смущаемся этого слова, как взрослые родители. Ну вот, просто как взрослые люди, мы смущаемся от слова почтения. Скажите, пожалуйста, вот просто можете руки не поднимать, но для себя. Вы почувствовали бы себя комфортно, если бы, например, ваша дочь или ваш сын, придя домой, сказали, здравствуйте, мама. А когда, например, вы входите в комнату, он бы просто бросил все и встал с почтением. Вы бы почувствовали, если бы сказали, стоп, 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 расслабься. Ну, совсем недавно это было на норме в нашем вообще обществе. Даже я знаю, что и сейчас в некоторых семьях эта традиция, ну, скажем так, в определенных регионах Украины, и, может, не только регионах, она сохранилась. Но когда мы встречаем таких людей, это выглядит вообще капец как странно, правда? Просто думаешь, а что вообще этот папа с этими детьми делал, чтобы они вот так научились? Может? Спасибо, Стас. Ну, реально, сразу же, первым, я не знаю, как у вас, я за себя, первым, что я хочу, это просто думать, ты спроси, так отвезти в сторонку этого папу и скажешь, слушай, ты их бьешь? Как они так делают? Ну, мы не чувствуем комфортно себя, потому что, в общем-то, если вы посмотрите на системы воспитания, на все то, что вокруг нас, очень сильно подчеркивается одна важная мысль. Она, с одной стороны, очень правильная, очень правильно. Ребенок равно родитель. Как личность, абсолютно правильная личность, ну, вообще уравнение. Ребенок, с точки зрения Божьего творения, приравнивается к родителям. Но вы знаете, что? С точки зрения Пятой заповеди, ребенок не приравнивается к родителям. Вот сейчас будет больно. Еще раз. С точки зрения Пятой заповеди, ребенок не равно родителям. Родители выше, поэтому их нужно почитать в определенном смысле. Нужно разобраться в каком. И нужно уметь это делать правильно, чтобы не сформировать каких-то монстров со стороны родителей. И не сформировать поколение людей, которые проявляют непочтение со стороны детей. Поэтому Пятая заповедь, это очень непростой вопрос. Это не просто мыть руки перед едой. Это не просто ходить в чистой одежде, друзья. Это нечто большее. Это даже все равно не просто говорить папе или маме вы. Это намного большее. И ответственность здесь, как это ни странно звучит, на двух сторонах. Хотя, если мы посмотрим на конкретно то, что сказано, то давайте посмотрим, кому обращено это слово. Почитай. Кого? Отца. Кому направлено заповедь? Детям. А как они научатся этому почтению? От родителей, правда? Но мы почему-то не совсем так думаем. Почему-то мы считаем, что маленький ребенок, когда он вырастет, он вдруг автоматически поймет, что старших нужно уважать. С какого перепугу, друзья? Все общество вокруг учит о том, что их не нужно уважать. Все общество, что в школе сильно учат о том, чтобы уважать старших. Господи, учителя, они бедные люди. Им надо всем медаль и молоко. Да? Вот Оля особенно. Оля знает просто о чем говорить. Потому что тот уровень непочтения, который есть вокруг нас, он огромен. Друзья, это тотальная проблема. Ваши дети уходят из дому. Вы думаете, они учатся там чему-то хорошему? Чему-то хорошему учатся, конечно. Но вы думаете, они учатся исполнять пятую заповедь? Ой, я сомневаюсь. Вы знаете, глядя периодически на то, что происходит с нашими детьми, я понимаю, что у нас проблемы. Поэтому я говорю, будет больно, и поэтому я предупредил. Никого конкретно не имею в виду. Итак, идея почтения говорит об определенном позиционировании, друзья. Есть определенная позиция родителя, и есть определенная позиция ребенка. Одна сторона, она обязательно занимает статус выше. Может быть официально, может неофициально, но тем не менее, ей отдается позиция условно выше. Друзья, в гудаизме существует целое направление. Направление, учение этическое, кибут, аф, ва, эм. Буквально оно означает почет для матери и отца. И это очень хорошо. Вы знаете, что существует конкретное направление, которое развивает эту тему. Я немножко полазил на разных форумах, на разных таких сурово иудейских сайтах. И я вам хочу сказать, многому стоит поучиться. Многому, ну не всему, конечно, но тем не менее. Обсуждаются такие вопросы, которые оскорбительные, возможно, были бы для наших детей. Например, обратно же, стоит ли вставать в присутствии родителей, стоит ли, допустим, вот просто вопрос, например, спрашивает раввина, как там поступить в том или другом моменте. И он говорит, например, такой комментарий. Вот если мама дает поручение сыну сделать что-то, нормально. И сын, когда это делает, узнает, что папе не нравится, что мама ему поручила, что папа недоволен тем поручением, которое дала мама. И папа спрашивает, почему ты это делаешь, кто тебе сказал это делать? Из-за почтения к матери он должен сказать, я сам так решил. Понимаете, да, вот такое вот, я так думаю, вот я представляю, чтобы наши дети сказали. Нет, просто из-за того, чтобы мама не получила нагоняй от папы. Он берет на себя всю вину, просто из-за того, чтобы проявить почтение. И много таких моментов. Много таких моментов. Для нас это что-то странное. Это что-то странное, представьте, да? Ну, это просто один из примеров. Итак, мы понимаем, что мы не научены были своими родителями, к сожалению, правда? Ну, нас, конечно, учили, как жить, выжить в этом обществе, раз мы уже дожили до такого возраста. Тем не менее, большинство из наших родителей абсолютно не знали Бога. Абсолютно не знали Бога. Они действовали интуитивно. Они действовали на основании того общества, которое было вокруг них. Вот и все. И мы формировались так, как могли. Вы знаете, друзья, есть такое очень известное одесское понятие хамство. Знаете, да? Вы знаете, что это библейское понятие? Да. Слово хамство происходит от библейского персонажа Хама. Это был один из сыновей Ноя. И вы помните, какая вообще ситуация была? Папа вырастил хорошего винограда, и они, короче говоря, посидели. И папа посидел чересчур. Ну, виноград хороший, нерадиционный, все было хорошо, людей не было вокруг особо. Понимаете тоже, да? Что там их было всего до 10 человек. И папа, короче говоря, заснул некрасиво. И хам, будучи младшим сыном, он просто посмеялся над ним. Просто перед своими братьями. Братья проявили уважение и почтение к своему отцу. Они зашли тихонечко, пятясь задом, накрыли его одеждой, ничего не говорили, ничего не комментировали, ничего не происходило. Когда Ной проснулся, когда он узнал о том, как поступил хам, он, что знаете, сделал? Он проклял его. Нет, не его, его внука. Он говорит, что вот, потомки и так далее, и так далее, и так далее, будут рабами. И вы знаете, интересно, что потомки хама, они заселили, среди прочего, вообще не только южно-африканский, африканский регион. Очень интересно. Еврейская традиция говорит, что они стали людьми, у которых темная кожа. Просто исторически, сколько проблем с рабством было на этом регионе, сколько эти люди бедные претерпели поколениями, поколениями. Я, ну, когда прочитал, думал, ничего себе, представляете? Когда-то один глупый парень посмеялся над своим отцом в момент его слабости, проявил непочтение, и это отразилось на поколениях, сотни лет. Они приходили на этот свет и говорили, за что мне это все? И если лично никто не был виноват, тем не менее, последствия происходили. Вы знаете, друзья, во время Синайского договора, во время Моисея, и не только, очень серьезно относились к Пятой заповеди, когда она была дына. И вообще само общество располагало всеми ресурсами для того, чтобы ее люди учились исполнять. Исход 21 глава 15 стих говорит следующее. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. То есть этот грех был грехом к смерти. Если вы размышляли, что такое грех к смерти и не к смерти, то грех к смерти с точки зрения Синайского договора, это грех, за который человеку нужно было быть, ну, как бы приписана смертная казнь. Действие, которое здесь описано, каралось смертной казнью. Нравится вам уровень? Ну, честно говоря, сейчас это просто невозможно, да? Смотрите дальше 17 стих. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Что такое злословие? Это говорить плохо. Злые слова кто говорит в сторону своего отца или своей матери. Он не бьет этого человека, да? Он просто говорит, что-то там вот клокочет в его сердце, клокочет в его устах. И все. Все общество тихонечко говорит, пошли, дорогой, за село. Мы памятник тебе построим, все вместе. И строили камнями, накладывали. И может быть, мама говорила, нет, нет, не надо. Он хороший. У него сегодня настроение плохое. Он просто не с той ноги встал. Говорит, да, 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 да. Пошли, пошли. Почему? Педагогика, друзья. Представляете, да? Методы какие. И все. Работало. Полно таких вещей, друзья. Когда мы говорим о понятии вообще почтения, мы видим, что оно очень сурово. Бог очень внимательно следил за его соблюдением. За непочтение к судье, то же самое. За непочтение к священнику, то же самое. Улавливаете суть, да? То есть, почтение, оно оказывается присутствует при многих смертельных приговорах. Слово почтение, слово непочтение. То есть, это очень важный момент, очень важный термин. Поэтому я говорю, пятая заповедь, это очень непростая заповедь. Интересно заметить, что, в общем-то, друзья, здесь вообще не сказано, какими должны быть родители. Достойными этого злословия или недостойными. Эта заповедь, она относится к детям. И к родителям относятся все остальные заповеди для баланса. Их тоже много. Все десять, они относились к родителям. И нельзя говорить о том, что Библия смотрит на этот процесс только однобоко. Вы, дети, вы будьте. Нет. Десять заповедей относятся ко всем. Вы все будьте. Но среди прочего, среди прочего, принцип почтения является одним из ключевых принципов в служении Богу и формировании благочестивого, здорового общества. Друзья, нигде здесь, еще раз повторюсь, не сказано про мытые руки, про какие-то такие вещи, которые мы в наше современное время называем уважением. Или, ну, таким, этически правильным поведением. Здесь говорится о большем. Здесь говорится о почитании. Итак, каждый из, с каждой из сторон имела свою ответственность перед Богом. В общем-то, в наши дни даже невозможно говорить о подобном уровне. И мы понимаем, что как результат развивается культура непочитания к авторитетам, отрицания их власти и ожиданий. Мир вокруг нас однозначно поменялся. Но знаете, в чем проблема? Заповедь осталась. Мир поменялся. Сейчас за то, что дети говорят что-то злое своим родителям, их не выводят за село и камнями не побивают. Но заповедь почтения осталась. И с этим нужно что-то делать. Именно поэтому для нас нужно учиться правильному проявлению уважения к родителям. И в определенном смысле это предоставление первого места для родителей во всем. Почитание их права на первенство. Осознанное, друзья, предоставление им преимущества. Осознанное, это определенный путь поведения, которому должны придерживаться и родители, и дети. И родители, и дети. Потому что периодически можно увидеть такие вещи. Ребенок может быть даже что-то и хочет сделать с почтением. Но родители не готовы принимать это почтение. Для них это дискомфортно. Они чувствуют себя, как будто они что-то такое страшное требуют. Как будто что-то такое, знаете, ну как бы как я... Ну, да ладно вам, слушай, перестаньте. Сейчас очень, вот смотрите, вот просто вот как пример. Очень легко можно увидеть сейчас подростков, которые очень классно одеваются. Видели таких, да? Очень хороший телефон. И родители, одетые, что было, в основном с гуманитарки, телефон лишь бы звонил. Кажется, ничего страшного, правда? А почему так? Почему так? Детям все лучшее. А почему так? Вот это, вот это очень интересный подход, друзья. Детям все лучшего, я соглашусь. Вот рождается наш ребенок. Он ничего не может, ничего не умеет, полный эгоист. Правда? Он кушает, когда хочет, делает, что хочет, его нужно пеленать, ему нужно покупать, ему нужно делать это все, он ничего не может. Но это же недолго, правда? Через несколько лет это уже совершенно другой человек, совершенно другого уровня, совершенно другими установками на жизнь. Если такому ребенку 18, то неужели родители должны относиться к нему так, как будто ему 3 месяца? Неужели система должна оставаться, ой-ой-ой, он спит, давайте не будем там ничего делать. А когда ты спишь, его это не смущает. Его это не смущает. Его не смущает, где ты берешь деньги, его не смущает вообще, как это все устроено. Он не думает о том, что существуют какие-то правила, что существует какой-то вообще порядок, что вообще кого-то нужно что-то, чем-то посещать. Ты ресурс. Обеспечивай свою сторону. И родители говорят, да, конечно, я же должен дать своим детям самое лучшее. Я лучше сам не съем вот это, но пускай ему будет. И ребенок говорит, да, пускай мне будет, не ешь это. Мы недавно, недавно моя супруга приготовила на шаббат пиццу, и мы ее кушали с семьей нашей. Ну и вот у нас как бы важное, есть важное такое слово, знаете, справедливость. Вот, кстати, оно часто употребляется в этом контексте, очень часто. И мой сын, ему 11 лет, он решил, ну как бы по справедливости разделить ее. Ну нормально. Разделили мы ее на 20 кусочков, соответственно, на 4 по 5 кусочков. Справедливо? Справедливо. И тогда мы начали рассуждать о справедливости. Нормально, да? Мама готовила, есть папа, который на секундочку килограмм на 40 больше него, да? Но справедливо, очень сильно справедливо. По-честному мы делили. Мы делили апельсин много нас, а он один, да? Это только для ежа, это там и так дальше. Я помню, что он был потрясен, когда мы разбирали вопрос справедливости в таком контексте. Да. В конечном итоге мы пришли, ну как бы результат сильно его разочаровал. Лучше бы он молчал. А как нужно делить? А давайте подумаем, как нужно делить. Так, чтобы исполнить пятую заповедь. Сначала папе. Столько, сколько папе нужно. С учетом его возраста, с учетом его веса и его потребности. Возможно, две пиццы готовить, но еще раз. Я хочу, чтобы вы ухватили главную вещь. У нас есть стереотип. Этот стереотип не библейский, а деструктивный, который ведет ко греху нас и наших детей. Потому что мы потворствуем их непочтение. Участвуя в таком делиже, это не проявление почтения. Это проявление неуважения к родителям. Потому что у него даже не возникла мысль. Это о чем говорит? О том, что я его плохо учу. В 11 лет. Он хороший парень вообще. Вы знаете? Вы знаете, да? Его сейчас здесь нет, слава богу. Первое. Всегда принадлежит старшим. Почитай отца и матери. Потом принадлежит детям. Я не говорю о том, чтобы ваши дети голодали. Я хочу очень, чтобы вы это услышали. Я не говорю о том, чтобы вы превращались в домашних диктаторов, тиранов или каких-то самодуров. Которые бы брали и смотрели на своих детей, как на рабов. Эй, ты быстро встал, пошел, метнулся там. Я сказал, я сдавай. Это, послушайте, это противоречит всем остальным заповедям, за которые вы отвечаете перед Господом. Нет. Но я говорю об определенной модели мышления. Модели мышления. А что ему надо? Пусть купит себе какую-то Нокию старую и носится. А мне надо телефон. Чего это вдруг? Ну вот так реально. Ты что? Ты трудился, ты принес, ты заработал, ты положил справедливо в общий котел, и теперь мы разделили что ли? Справедливо тогда бы было, да? Но даже в этом Писании несправедливо, потому что все равно почти своего отца и свою мать. Вы понимаете суть, да? Даже если ты положишь больше, потому что они уже не работают, потому что они пенсионеры, уже вообще древние люди такие, да, скажем. Неважно, его тарелка будет наполняться первой. Когда вы приходите, садитесь за шабадный стол. Папина тарелка, мамина тарелка, она должна наполняться лучшим, в первую очередь, столько, сколько необходимо родителям. Я не говорю о гордыне, я не говорю о том, чтобы вы стали домашними царьками, я говорю о смиренном библейском подходе к почтению. Друзья, библейском подходе. И знаете что? Если вы этому не научите своих детей, вот там где-то их этому не научат. Потому что то, чему учат вокруг в школах, их вот одноклассники, это нужно поиметь со своих родителей, чтобы пойти где-то потусить, где-то там посидеть на пиццу, на шаурму, на какую-то ерунду, их и развести еще нужно на телефон хороший. И поехать куда-нибудь в Карпаты потусить. Друзья, А что с родителями? Хорошо, когда у всех хватает денег. Правда? Ну хорошо, когда у родителей столько денег, что они вот реально могут себе это позволять. А если не хватает таких большинство, неужели мы должны растить таких детей? Писание говорит, что не должны. Вы понимаете, да? Писание говорит о том, что нужно почитать. От этого почтения происходит долголетие для всех. Для страны, для родителей. Для детей. Оно формирует правильное отношение к понятию власти. Правильное отношение к понятию справедливость. Потому что когда ты был очень-очень сильно маленький, они о тебе заботились. И вы знаете, что? Так если реально подумать, вот представьте, вы вышли замуж или женились вам там, например, 25 лет. Предположим, да? У вас родились дети. Какое... Нет. Вот вы просто поженились, еще не родились дети. Какое прекрасное время. Правда? Ты на пике своей силы. Ты зарабатываешь очень хорошо. Только ты и твоя жена. Время тусить. Правда? Но родители идут по-другому. Люди, у которых рождаются дети, у них рождаются и все. И все. Ты не можешь столько заработать. Ты должен разделить свои ресурсы. Ты должен отдавать свое время, свои силы, свое здоровье и так далее. И так далее. Это называется справедливость. В это время, знаете, что происходит? Твоя молодость уходит. И когда ты добираешься к 45, к 50 годам, когда они уже уходят из дому, ты думаешь, Господи, вот тогда можно жить. Но нету сил, нету столько ресурсов, нет столько возможностей. Ты уже не такой уже молодец. Они говорят, а ты мне должен. По-прежнему должен. Вот тебе мои внуки. И ты оглядываешься и думаешь, а что это было? Это жизнь твоя была. Пролетела. В служении своим детям. В почитании своих детей. В отдавании первого места своим детям. Я страшные вещи говорю, да? Чувствуете? Справедливые. Да будет справедливость. Пока детей нету, вы, главное, не пускайте сюда. Значит, если я пропаду куда-то. Дети послушали проповедь. Друзья, до определенного возраста покрытие наших нужд, нужд наших детей, это очень нормально и правильно. Но до определенного возраста. Дальше должно активно быть включено исполнение пятой заповеди. Иначе, иначе, иначе это развратит ваших детей. Иначе, 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 иначе вы будете кусать себе локти и говорить, а нету никого водички подать. С какого перепугу? Они будут вам воду подавать. Если вы всю жизнь им подавали воду, они что, научены это? Они вырастут, будут свои дети, они поймут это как-то. Зачем ждать 50 лет, чтобы они что-то поняли? А если не поймут? Люди добрые, это на самом деле тяжелая заповедь. Потому что она требует комплексного подхода. Как к родителям, чтобы вот здесь немножко поправить себе. Научиться, потому что мы не научены. Давайте говорить реально, как родители, да? Мы не научены. Мы не живем в культуре почтения. Наши родители нас, скорее всего, этому не учили. У кого-то, может быть, учили. Вам повезло, Бог вас благословил. Но большинство людей не учили. Большинство людей не учили. Новый Завет, он так видит этот баланс. Ефесянам 6 глава, 1-4 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям Господи. Вот нам нравится это место, правда? Повинуйся. Ибо всего требует справедливость. Вот справедливость требует. Повинуйся. Почитай отца твоего и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. И да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Это повторение исхода 20 главы 15 стиха. Видите, да? То есть Ефесянам оно связывает вот с этим понятием. Но там есть шикарное место дальше для баланса, чтобы мы тоже это все помнили. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. С этим тоже у нас проблемы. Правда? Может быть? Мы раздражаем наших детей. Я это прекрасно осознаю. Правда? Да, говорит дочка. Но, конечно, раздражаем. Каждый имеет свою ответственность. Каждый должен работать над этой сферой ответственности. С одной стороны, дети должны проявлять почтение. С другой стороны, родители должны их учить без самодурства, будучи примером. Без раздражения, без построений каких-то бессмысленных. Вы знаете, есть построение со смыслом, а есть просто плохое настроение у родителей. И морали просто с утра до ночи. Это не называется учить детей. А от чего все это происходит? Нас не учили, друзья. Это великая демографическая проблема. Она, ну, просто реально огромная. Друзья, если мы здесь не будем уметь это делать, то негде им этому научиться. Если мы, как родители, не разберемся с тем, как же вообще, что это значит почитать своих родителей, что я вообще ожидаю от них, как я должен их научить этому, они не научатся. Они просто вырастут и перенесут вот эти ущербные модели мышления дальше. Разнесут это проклятие по поколениям, и ничего не изменится. Вы знаете, периодически я слышу что-то такое, а чего я должен их почитать, этих родителей? А что хорошего они для меня сделали? Что они мне дали такое, что я прямо, аж прямо, что это? Руки им должен целовать, ноги им целовать. Где они были, когда мне было плохо? Где? Вот, что? Хорошие вопросы. И очень законные могут быть вопросы. Очень и очень законные вопросы. Действительно, есть очень много родителей, которые принесли много горя своим семьям и конкретно своим детям. Алкоголь, насилие, злоба, плохой пример. Все это действительно имело свое место. И логично, в общем-то, в таком подходе, с точки зрения детей, дать им возможность собрать то, что они посеяли. Отстраниться от них, не проявить непочтение, вообще даже не смотреть в их сторону, просто вычеркнуть их в своей жизни. Но вы знаете, что в заповеди не говорится о том, что если родители выполняют свою сторону, то вы автоматически освобождаетесь от своей стороны. И наоборот. Нету такого. Если вы человек верующий, а если вы уже начали об этом задумываться, то вы, скорее всего, уже человек верующий. Если вас беспокоит исполнение Пятой Заповеди, то вы уже хотите поступить, ищите пути, как поступить в соответствии с Божьим Словом. Возможно, ваши родители уже в преклонном возрасте. И действительно, ничему хорошему вас не научили. Но знаете что, друзья? От вас зависит, чему будут учиться ваши дети, глядя на ваше поведение и отношение к этим вашим неблагодарным родителям. Если вы проявляете уважение к тем, которые недостойны этого уважения, они видят, как работает любовь Агапе. Они видят, как недостойные люди, почитаемые. Не за их поступки, а за то, кем они являются. Они могут видеть, как вы их презираете и ненавидите. А могут видеть, как вы проявляете жертвенную любовь. Это зависит от вас. Не нужно белое называть черным и наоборот. О, ты знаешь, наш дедушка на самом деле, он всю жизнь был очень уставший. Нет, друзья, говорите, как есть. Наш дедушка всю жизнь бухал. Он алкоголик. Это грех. Но мы проявим уважение к нему. Понимаете суть? Друзья, дети скажут, а почему мы должны проявлять уважение к таким людям? А потому что Бог дает дождь на добрых и на злых. И Бог говорит о том, что если вы хотите быть моими сынами и дочерьми, проявляйте такое же к тем людям, которые вас ненавидят. А у нас нету с ним отношений. Он нам столько зла сделал. Он вот это сделал, вот это. И это правда. Вот понимаете, в чем дело? Это правда. Не делайте вид, что это неправда. Но используйте это как пример для формирования правильного отношения. И ваши дети, когда они вырастут, они будут понимать, что даже ваши ошибки, они могут быть. И всегда надо говорить своим детям, что мы люди несовершенные. Мы ошибаемся. Просить прощения. Корона не упадет. Просить прощения. И продолжать дальше. Учить по чтению. Это комплексная вещь. И мы ответственны за формирование этого отношения. Они недостойны. Но и мы не всегда достойны. Мы ходим в церковь уже годами, но и мы не всегда достойны. Правда? Мы ведем себя периодически очень позорно, когда никто не видит. В наших домах мы говорим такие вещи, о которых нельзя говорить вообще. Мы поступаем так, как вообще нельзя поступать. Дети это видят. Дети это помнят. Они этому учатся. И они это потом копируют. В своих семьях и в своих жизнях. Поэтому говорите о несовершенстве. Просите прощения за согрешение. И двигайтесь дальше тому, чтобы научиться исполнять пятую заповедь. Не отпускать. Не давать каким-то непонятным людям возможность формировать их мышление, формировать их мировоззрение. Почитание, друзья, это умение тактично проявить уважение к человеку. Промолчать или дать предпочтение. Почитание, это не автоматическое согласие с жизненными ценностями этого человека. Не автоматическое согласие с их выбором или одобрение этого выбора. Мы знаем, как это работает, когда встречаемся с по-настоящему значимыми людьми. Такими, знаете, может быть, чиновниками какими-то. Вы приходите где-то подать, например, какое-то там заявление куда-то, в какой-то горосполком или еще куда-нибудь. Или кто-то, допустим, из таких известных людей приходит к вам, например. В церкви периодически или в общинах можно увидеть, когда приезжает какой-то суперапостол. И как люди себя ведут с ним. Почтительно, правда? Он приходит, не хотите воды? Нет, я не пью воду, я хочу чаю. Будет чай. Какой чай вы хотите? У нас есть зеленый, просто черный закончился. Я люблю черный. Сейчас купим. Сейчас метнемся. Правда? А хлебушек? Да, но я ем только со трубями. Будет? Для нас это нормально, мы умеем это делать, правда? Мы умеем это делать, если мы это хотим. Этот человек для вас не какой-нибудь Васек, не какой-нибудь Серега, правда? Как минимум Сергей или Василий, может быть. Мы умеем проявлять почтение. Мы выделяем их, таких людей, ставим выше себя, хоть и с определенными ограничениями. Если мы не научим этому наших детей, кто их будет учить? Если мы сами этому не научимся, а нужно начинать с себя, то как мы будем учить дальше? Прежде всего, друзья, следует по-настоящему качественно уделить внимание этому вопросу. Мы ограничены одной проповедью здесь сейчас. Одна, я не могу вам просто вот описать, дать расклады по всем жизненным ситуациям, но это невозможно, да? Но мы для себя должны услышать важность изучения вопроса почтения. Есть книги, которые можно почитать, есть писания, которые нужно почитать. Откройте и посмотрите, как выражалось почтение в те времена. Мы не можем его применить в наше время, потому что мир поменялся, да? Но тем не менее, мы можем увидеть какие-то библейские этические принципы, библейский взгляд на то, как это должно быть. Но первым шагом, который мы можем сделать сегодня, это шаг покаяния. Покаяние за наше непочтение. По отношению к нашим родителям, по отношению к различным представителям, так скажем, той власти, которую Бог поместил над нами. Людей, которых Бог отделил для того, чтобы мы были им послушны. Как мы говорили в Писании, да? Это был судья, это был левит, священник, например, да? Например, человек, который не послушался первосвященника, он также наказывался смертью. Слов первосвященника. У нас нет сейчас первосвященника, но у нас есть наши духовные лидеры, которые нас ведут. Тот же пастырь наш, тот же, может быть, человек, который руководит у вас домашней группой. Да, понятно, что он не равно священник, да? Но принцип передается. Некто, кого Бог ставит для какого-то дела. И хорошо быть ему послушным. Мы можем начинать с вопроса покаяния. Может быть, личного, а может быть, перед Богом. Боже, я не понимал, что я творю. Или, Боже, я понимал, что я творю. Я делал это осознанно, я бунтовал осознанно. Я считал, что справедливо будет вот так. Я видел этот вопрос, Боже, вот такими глазами. Но я понимаю, что это неправильно. Мне нужно изменять свой взгляд. Если ваши родители еще живы, возможно, вам нужно им позвонить. Я знаю, что каждая ситуация индивидуальна. Просто индивидуальна. Я не пытаюсь дать полный ответ. Помолитесь перед Богом и подумайте, каковы были ваши взаимоотношения. Я знаю, точно знаю, что я проявлял очень много непочтения к своим родителям. Очень много. И я раскаиваюсь в этом. Я не до конца понимаю, как мне проявить правильное библейское почтение. Но я понимаю, что если я хочу исполнить пятую заповедь, мне нужно будет этому научиться. Я очень долго обвинял их за то, что они сделали или не сделали. Как они прожили свою жизнь, как это повлияло на меня, и как можно было бы это сделать. Друзья, и это все раны. Это все болит. Это все очень тяжело. Я знаю, что у вас тоже своя тяжелая история. Но Писание подвигает нас в сторону Агапы. Писание перенаправляет нас в сторону Агапы. Это очень сложно. Но это необходимо для нашего исцеления. Это необходимо для благословения наших потомков, наследства наших детей. И кроме нас никто этого не сделает. Я не могу прийти к вашим родителям и поговорить с ними, но вы можете. Помолитесь, пускай Бог даст вам слово к ним, даст вам понимание, что сказать. Еще раз, не надо называть белое черным. Если человек прожил свою жизнь безответственно, он прожил свою жизнь безответственно. Давайте так и говорить. Если он бросил вас как родитель, он бросил вас как родитель. Это факт. Но можно по-разному к этому отнеситься. Можно говорить о своей боли. Очень часто мы так делаем. А можно искать Божьего исцеления. Можно искать Божьего соединения этих поколений. Это наше решение, это наш подход, это наш взгляд. Поэтому все очень индивидуально. Но ищите сердце своих родителей. Второй момент, который необходимо сделать, это покаяться перед Богом за то, что вы не учили почтению своих детей. Это не тема табу. Поэтому эта тема должна звучать в вашем доме. Это должно быть нормально. И знаете что? Не важно, что в школах их одноклассники, не важно, как они ведут себя со своими родителями, какая там атмосфера и что там происходит. Не важно. Важно, что у вашей семьи происходит. И если вы позволяли своему ребенку проявлять непочтение к вам, вот из-за вот этих вот представлений, ну он же ребенок, ну он же ему нужнее, ну что я, я потерплю, я посижу, я промолчу. Я говорю, послушайте, я не вижу, что так должно быть. Подумайте об этом. Ваша тарелка должна наполняться с радостью в первую очередь. Не потому, что вы великий кто-то. Потому, что Бог видит таким здоровый образ семьи, таким здоровый образ общины и здоровый образ общества. Это дает возможность, знаете чему? Долголетию. В том благословении. А под благословением я подразумеваю Божью землю, которую он дал для народа, которую он усмотрел. Хотите хорошую старость? Тогда пятая заповедь, must have, вы должны ее учиться исполнять. Ваши дети должны уметь ее исполнять. Если вы хотите, не просто стакан воды. Слишком дорого, знаете ли, чтобы на старости специально обученный человек вам стакан воды приносил. Слишком большая цена. Речь идет о намного большем. Поэтому покаяние перед Богом за то, что вы не учили своих детей почитать вас, почитать Божьи авторитеты, должно быть. Осознайте, друзья, внутри себя, и это следующий шаг, что вы имеете преимущество перед вашими детьми. И знаете что? Всегда его будете иметь. Независимо от того, сколько денег вы заработали, сколько вам лет, насколько вы сильны, насколько вы можете постоять за своих детей, что вы им дали или не дали. В глазах Бога родители всегда будут иметь преимущество перед детьми. Разрешите себе это преимущество. Разрешите. Не делайте вид, что так должно быть, чтобы они рассматривали вас как ресурс. Так не должно быть. Так не должно быть. Ну, не знаю, не знаю. И очень важный момент, друзья. Я прошу вас. Сегодня вы придете домой, заберете свое чадо, если оно у вас здесь где-то бегает. Я вас просто умоляю. Не начинайте учить их почтению немедленно. Знаете почему? Как видержать? Да, видержать. Мы иногда такое делаем, да? Мы вдохновлены чем-то, и мы... Все, с этого момента будет почтение в нашей семье. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто здесь альфа-самец? Это горе от ума. Научитесь сначала хотя бы из Писания. Пройдите первые этапы, которые я вам сказал. Первый момент. Покайтесь за свою жизнь. За то, что вы не оказывали почтение своим родителям. Приведите это в порядок. Уделите внимание Писанию. Уделите времени общения с Богом, размышлению о том, чтобы понимать, о чем есть. Почитайте какую-то специализированную литературу по этому вопросу. Она есть, друзья. Она есть. Почитайте, о чем мы, собственно говоря, говорим. Но постепенно, постепенно начинайте объяснять вашим детям. У нас умные дети, друзья. Они способные, они грамотные. Видя вашу жизнь, видя ваши изменения, видя и слыша то, что вы говорите, они будут учиться. И ваша семья не сразу. Я не хочу, чтобы вы ожидали сразу. Но постепенно, последовательно она будет менять свой облик. А знаете, что произойдет дальше? Наша община будет менять свой облик. Наши дети будут любить приходить сюда. Это то, что будет клеем для нашей общины. То, что будет созидать нас. Это семейность здоровая, библейская, божья семейность, друзья. Поэтому не спешите делать все мгновенно. Вы годами жили неправильно, возможно. Неужели вы хотите после одной проповеди все, чтобы изменилось? Так не бывает. Потому что это мировоззрение. Это подход, это взгляд, это привычки, приоритеты. Вот и все. Если у вас нету своих деток еще, так это хорошо. Потому что вы сможете потренироваться на своих родителях. И они не будут видеть, как вы это делаете. И когда они появятся, они будут рождаться уже в атмосфере правильного Божьего почтения, Божьего подхода, Божьего взгляда на эти вещи. Очень важный момент, друзья. Оба родителя должны участвовать в этом процессе. Воспитание – это не только вопрос отца, отцы не раздражайте. Знаете, если говорится в Писании отцы, мама входит по умолчанию в это понимание. Не раздражайте, учитесь молчать местами. Много. Правда? Молчание спасает от многих грехов, написано. Для начала. Для начала. Мы должны стремиться почитать наших родителей так же, как мы стремимся принести славу Богу своими мыслями, словами и поступками. Для ребенка послушание родителям идет рука об руку с почитанием. Это включает умение слушать, внимательность, покорность их авторитету. И когда они вырастут, они сами будут покорны тем авторитетам, которые Бог поставит в их жизни. Государственная власть, духовная власть, власть мужа, власть своих родителей, власть своих учителей. Почтение порождает почтение. Хамство порождает хамство. Друзья, если мы желаем принести Богу радость и быть благословением, то нам следует почитать наших родителей. Это нелегко. Колоссянам 3 глава напоследок, 20 стих, говорит так. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Услышите, как это звучит? Это приятно Господу. Почтение приятно Господу. Послушание приятно Господу. Я предлагаю помолиться. Да? Можете встать, можете просто склонить свои головы. Боже, мы, как народ Твой, осознаем свою слабость в исполнении Пятой Заповеди о почитании наших родителей. Боже, мы их не почитали, и мы это прекрасно осознаем во многих моментах своей жизни, считая, что они недостойны, что мы можем и имеем право и должны отвернуться от них, и сделать вид, что они нам не нужны. И они могли поступать действительно нехорошо в нашу сторону. Боже, но Ты учишь нас проявлению любви Агапы. Нам нужно научиться этому. Боже, я прошу о том, чтобы Ты поговорил с каждым, кто нуждается, Боже, в решении этих вопросов. Я прошу о том, чтобы Ты показал эти пути, которые бы давали возможность примириться детям со своими родителями, Господь. Независимо от того, сколько лет этим детям и сколько лет этим родителям. Независимо от того, что они натворили взаимно, Господь. Я молюсь о том, чтобы Ты дал благодать, чтобы пришло примирение, пришло восстановление, пришла свобода от этого, Господь. И может быть, они не станут самыми близкими друзьями в нашей жизни. Может быть, время и момент упущен, Господь. Но мы хотим прийти в вечность, Боже, без этого внутреннего камня в своем сердце. Без этой внутренней твердыни, Господь. И принять свободу Твою. Дай нам милости, я прошу за каждого, у кого есть свои дети, Боже. Дай нам милости, Боже, воспитать наших детей в правильном библейском почтении, Господь. Не становясь деспотами, не становясь какими-то глупцами, Господь, в их глазах. Но быть примером для них. В послушании Слову Твоему, в сдержанности, Господь. Боже, в таком целомудрии и правильном, здоровом подходе, Боже. Во имя Ишуа Мессии. Я прошу, Господь, чтобы эта атмосфера почтения, она стала частью нашей общины. Чтобы атмосфера почтения, Господь, была естественной для нашей общины. Чтобы наши дети и чтобы мы были известны тем, что мы та община, которая исполняет Пятую Заповедь, Боже. Что у нас есть порядок в голове, что у нас есть порядок в сердце и порядок в наших домах. Господи, помоги нам, потому что если Ты не поможешь, мы не справимся. Мы люди. Вокруг нас очень много сил давит на нас, чтобы не делать этого. Очень много плохих примеров, которые учат нас, как не делать это, Боже. А мы нуждаемся. Мы видим, что Слово Твое ожидает от нас. Господи, укрепи нас, благослови нас и направь нас в этом действии. Мы просим Тебя во имя Ишуа Мессии. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израиль «Израэл» Продолжение следует...